Грузинская народная сказка Рассердился однажды парню сон, будто слева у него сидит солнце, справа луна, а утренняя звезда помогает ему умыться. Рассказал парень сон гончару, понравился тому сон и захотел гончар отнять его, но парень не согласился. Рассердился гончар и прогнал парня. Направился парень к царю и рассказал ему о своем приключении. Сон и царю очень понравился, и царь тоже захотел отнять его. Парень и царю не отдал свой сон. Рассердился царь и повелел бросить его в яму. Пожалела парня молодая царевна и стала приносить ему еду. Прислал царю восточный властелин четырех коней и наказал. Если не различишь среди них мать, старшего, среднего и младшего жеребца, то быть твоей дочерью моей. Рассказала об этом царевна парню. Ты умрешь здесь от голода, а меня возьмет восточный властелин, рыдала она. Парень научил девушку. Дайте коням поесть много соли. На водопой первой выйдет мать. За ней последует младший жеребец, а за ним средний, а за средним старший. Передала царевна наказ парня своему отцу, и царю удалось решить загадку восточного властелина. Тогда натянул восточный властелин тетиву, вонзил стрелу перед домом царя, и никто не смог ее вытащить. Царевна снова пришла к парню и все ему рассказала. — Не бойся, — сказал парень, — ночью я выйду и вытащу. Вытащил парень стрелу из земли и бросил перед домом царя. Удивился царь и решил выдать дочь за того, кто вытащил стрелу. Никто не смог даже сдвинуть с места стрелу, — тогда царевна сказала. — Отец, может, жив тот парень, что видел чудесный сон, и он попробует свою силу. Послал визирей, видят, стоит парень, похожий на Дева. Привели его, взял он в руки лук, натянул тетиву и вонзил стрелу в дом восточного властелина. Обрадовался царь и отдал свою дочь в жены парню. Через некоторое время отправился парень в поход на восточного властелина. Пройдя немалый путь, он увидел человека, который пашет и тут же глотает комки вспаханной земли. Парень и глотатель земли побратались. В другом месте один человек склонился к морю и пьет. И глотатель моря побратался с парнем. Один человек привязал к ноге мельничный жернов и ловит зайцев. Побратался с парнем и ловец зайцев. Видят они, один человек приложил к земле ухо и слушает муравьиный разговор. Побратался с парнем и человек, подслушивающий муравьёв. Увидели человека, который ждал возвращения стрелы, пущенной им в небо, три дня назад. С парнем побратался и метатель стрел. Увидели человека, который подкрался голубям и так выдирал и менял у них перья, что они ничего не замечали. С парнем побратался и человек, меняющий у голубей перья. Увидели священника, взвалившего на себя и несущего церковь. С парнем побратался и священник. Побратимы попросили у восточного властелина руку его дочери. Властелин ответил. Сначала я испытаю вас. Я заставлю своих пекарей три дня печь хлеб. И если вы не съедите его, будете обезглавлены. Глотатель земли вмиг проглотил весь хлеб. Теперь осушите мой шестиаробный кувшин вина, — приказал царь. Глотатель моря быстро осушил шестиаробный кувшин вина. Послал властелин своего скорохода и человека с жерновым на ноге за живой водой. Человек с жерновым легко обогнал скорохода. Скороход схитрил и крикнул человеку с жерновым. — Куда спешишь? Сядем, поедим немного. Скороход подлил человеку с жерновым в вино снотворное с надобьи. Это увидел метатель стрел и натянул тетиву. Стрела попала в жернов. И все-таки человек с жерновым обогнал скорохода. — Теперь-то отдам я свою дочь, — молвил властелин. Парень выдал дочь властелина за глотателя земли. Всправил властелин свадьбу. Властелин тайком приказал своим визирям подсыпать гостям вино яду. Визири выполнили приказ. Услышал этот разговор человек, подслушивающий муравьев. Сказал он об этом человеку, который менял голубям перья, и тот незаметно поменял чаши. — Приведите теперь мне только человека, который сможет сдвинуть с места приданное моей дочери, — приказал восточный властелин. Взвалили приданное на плечи священника, а он все просил положить еще и еще. И вернулись все с миром домой. — Вот и сбылся мой сон, — сказал парень. — Как же я мог отдать такой сон кому-нибудь? Конец волшебной сказки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok